Беларусь увеличила срок безвизового пребывания. Указ Лукашенко направлен на развитие туризма и позиционирование Беларуси как удобной площадки для проведения международных мероприятий. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с 5 до 30 суток. Соответствующий указ во вторник, 24 июля, подписал президент страны Александр Лукашенко. Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли. Обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развития экономики страны включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний, отметили в пресс-службе Лукашенко. Кроме того, правило безвизового въезда не распространяется на иностранных граждан. Приезжающих в страну для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и учебы, длительность которой превышает 30 суток. В документе также актуализирован список государств, граждане которых могут въезжать в Беларусь без виз. Из перечня исключены страны, с которыми Минск заключил двустороннее соглашение о безвизовом режиме. В феврале 2017 года Беларусь ввела правило безвизового въезда для граждан 80 стран, включая 39 европейских, а также США, Японию и Бразилию. Иностранцы, которые пересекли пункт пропуска на государственной границе в Национальном аэропорту Минска, могли находиться в стране не более пяти суток без визы. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Указ направлен на повышение привлекательности страны на международном туристическом рынке и увеличение притока иностранных туристов. Ранее сообщалось, что инспекционная группа военных в Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей вооруженных сил. Источник. Русская служба DW. Новости от корреспондент Netv Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPST Micrespondent Net. По материалам сайта Ньюсгроком.